День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. Для Одессы достаточно трех фидер воды, как шутили всегда, еще в те далекие времена, когда даже телевидения не было. А сейчас к этой проблеме стоящих улиц добавились еще проблемы падающих балконов. Одессу смывает в море потихоньку. Об этой проблеме будем говорить прямо сейчас. Депутат Одесского городского совета Александр Орлов у нас в гостях. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты о том, что вчера происходило после дождя в Одессе. Прошу вывести на экраны. В центре Одессы рухнул очередной балкон. На улице Пантелеймоновской, 64, крупные фрагменты балкона обрушились с третьего этажа здания. На место происшествия прибыли спасатели, которые тут же оградили опасный участок тротуара. По сообщениям одесситов, в этот же день, 5 сентября, на улице Садовой 2 упал большой фрагмент карниза двухэтажного дома. К счастью, в обоих случаях пострадавших ни среди жильцов домов, ни среди прохожих нет. Отметим, что это не первый случай, когда в центре Одессы происходит обрушение домов 19 века, в том числе памятников архитектуры местного значения. Так, этой зимой, 2 февраля, на Екатерининской улице обвалилось сразу два балкона. Их остатки также пришлось демонтировать коммунальщикам. Обрушения в Одессе часто сопровождаются жертвами. Так, 19 февраля на улице Нежинской, 40, обрушилась стена двухэтажного дома. Под завалами остатков стены оказалась хозяйка квартиры, инвалид первой группы. Еще один громкий случай произошел 1 апреля 2017 года, когда из-за сильного ветра с известного в Одессе дома Либмана упал фрагмент лепнины и пробил молодому человеку голову. Тогда, по факту сучившегося полиция, открыло уголовное производство. Александр, статистика говорит о том, что любая плохая влажная погода, ветреная, одесским фасадам просто-напросто противопоказана. Как лечить это? В вашем сюжете перечислены случаи, которые произошли в Одессе, конец зимы, начало весны и так далее. И это был действительно большой такой балконопад. И по результатам вот этих несчастных случаев было в городском совете принято решение. Разработана программа по аварийным мероприятиям вот таких фасадов, укрепления их, приведения их в порядок. Программа замечательная. Где реализация? Сейчас я скажу об этом. Она утверждалась в пожарном порядке. Я помню, на нашу комиссию по ЖКХ она была вынесена вне, так сказать, повестки дня. Я еще тогда усомнился. Почему? Потому что такая скорость. И предлагалась комплексная реконструкция. Вот такой центр города, о котором давно говорилось. Но, тем не менее, убедили, что необходимы деньги на реализацию. Это только первый шаг и так далее. В итоге, на сессии это тоже носило пожарный характер. Внесли ее вне повестки дня. Обсуждали, превознесли как великое достижение в этом деле. И на этом все закончилось. Значит, программа включала в себя 50 миллионов гривен. Потом мы заслушали, она там скукожилась до 30. Потом решили, что вроде бы там она 20 миллионов выделят первоначально. Потом настало лето. Актуальность этого вопроса ушла, потому что хорошая погода и так далее. И вот сейчас осенью, когда пошла влага, когда трещины наполнились влагой. И причем влагой большой. То есть это осадки большие. Значит, опять случились вот эти... Кстати, в этой программе были предусмотрены адреса, в том числе по улице Садовой. Как раз я хотел спросить, 50, 30, 10 миллионов. Откуда появляются эти цифры, если у нас нет перечня аварийных домов как такового? Да нет, я не могу с вами согласиться. Если перечень есть, коммунальщики знают наизусть, я думаю. Знают и есть реальный перечень. Это все-таки несколько раз. Если перечень положен на прогнозируемую сумму, это есть смета. Вот эти цифры 50, 10, 30, они все идут в виде смет, поданных на работу? Или просто от фонаря цифры? Нет. Мы сами знаем, что здесь делать. Да, вот в том-то и проблема заключается, что когда были предложения, в том числе от меня, о комплексной реконструкции кварталов, то есть предварительно составляется проектно-сметная документация. Уже понятно, какие суммы на какие дома, кварталы выделяются. Это, знаете, как палец-полпотолок. Сумма выделяется, потом на нее проводятся проектные изыскательские работы, составляются сметы, и там уже смотрят, укладываемся мы в это или не укладываемся. До сих пор по многим домам из этого перечня даже не начаты работы по изготовлению проектно-сметной документации, потому что в программе выделение денег ноль. И вот на прошлой комиссии... А зачем тогда, простите, вообще принимали программу, если в ней денег нет? Вот хороший вопрос. Знаете, когда не знаешь, что ответить, говоришь, хороший вопрос. Вот у меня был такой вопрос. Когда принималась программа, я спросил у представителей департамента финансов и у представителей департамента городского хозяйства, а ресурс выделен под эту программу? На что мне был дан ответ, мы этот вопрос прорабатывали. На сессии задавали этот вопрос. У нас более половины программы в детском городсовете не подкреплены ресурсами. Но с таким же успехом сейчас я могу написать программу и сказать, вот у меня есть программа. Да, примерно так же. У нас такие программы есть под миллиард, под еще какие-то, которые не наполнены. Послушайте, мы опять ждем, когда будут смерти, как это с пожарной безопасностью в школах? Ну, я не хочу, да, так говорить. Но человеку провило голову, мы не знаем, что с ним надо еще. Да, ну смотрите, сейчас идет, грядет зима. И будет еще хуже. И еще будет еще хуже. Она наступит неожиданно, как обычно. И дело в том, что общая ситуация в стране, общая ситуация в стране с финансами, она довольно-таки плачевна. У нас впервые за эти годы департамент финансов объявил о том, что у нас нет перевыполнения плана по бюджету. Деньги есть, но не потрачены. Давайте присоединим к нашему разговору еще одного эксперта в сфере ЖКХ. Валерий Матковский. Валерий, добрый день. Здравствуйте. Надеюсь, вы сейчас находитесь не под дождем и не под балконом. Это одинаково неприятно и даже, я бы сказал, опасно. Что можете сказать по поводу того, что в Одессе посыпались балконы после дождичка? Это третий наш разговор по поводу падающих балконов за последних где-то месяцев 8-9. Вы же помните, дважды мы с вами в студии беседовали на эту тему. Конечно, помним. Мы, на самом деле, проговариваем не для того, чтобы свою память освежить, а просто для того, чтобы попытаться достучаться до каких-то людей, которые принимают решения. Может быть, наши повторения им помогут справиться с этой проблемой. Давайте какие-то конкретные рекомендации. Что они должны прямо сейчас сделать? Ну, сейчас как раз начинается тот период, но он начинается у тех структур, которые, жилищные структуры, которые остались с тех давних времен. То есть, осенний осмотр, подготовка жилого фонда к жизни. Я думаю, что это как раз тот случай, который еще добавит как раз ответственности у жилищных предприятий, чтобы они обошли, посмотрели. Если даже что-то не сделали, скорее всего, это так и произойдет. Но хотя бы предупредили людей, включили себе планы на следующий год для того, чтобы порешать эту проблему. Но эта проблема, к сожалению, как я говорил, она будет нарастать. И она еще будет нарастать, особенно там, где созданы ОСМД. И там действительно нет людей, специалистов, которые бы реально могли оценить угрозу обрушения вот таких, как произошло на улице, обрушение на улице торговой. Валерий, но ОСМД не так давно начали создавать, а дома падают достаточно давно уже. И не везде в Одессе. Мы с вами тоже не раз обсуждали, что ОСМД у нас очень медленно создаются. Соответственно, большинство домов все равно находятся в управлении бывших ЖЭКов. В обслуживании. В управлении, в обслуживании, да. Заключенные договора, и они действительно обслуживают. Поэтому я же говорю, осенний осмотр, то, что должны сделать, должны соответствующие акции составлены. Есть специальные журналы, которые, вернее, должны быть специальные журналы, где мастера должны обойти, составить, подготовить служебную записку. И дальше уже соответствующая реакция должна быть районных администраций и, естественно, департамента жилищно-коммунального хозяйства. Вы верите, что такая реакция департамента жилищно-коммунального хозяйства будет? Не верю. Мы с вами читали буквально вчера или позавчера заявление руководителя о том, что есть проблемы с финансированием сегодня самых насущных потреб в обслуживании и содержании жилого фонда. Поэтому я думаю, что тут должны подключаться, естественно, есть для этого комиссия по жилищно-коммунальному. У нас есть как раз в студии представитель этой комиссии депутата городского совета Александра Орловна. Я слышал его комментарий, да, Александра Витальевича, я слышал комментарий. Ну пусть выходят с инициативой сегодня на комиссию бюджетную. Пусть комиссия бюджетная перераспределит деньги. Вот и все, что вы можете. Александр, вы готовы выйти с такой инициативой перераспределить? А я сейчас могу ответить. Вот у нас комиссия в пятницу очередная. Естественно, я подниму этот вопрос, но на комиссию выносятся четыре объекта, которые расположены в центре города вот в таком виде, как мы сейчас показали. Это по инициативе группы депутатов. Они вынесли со своих округов. Примерная стоимость работ, чтобы привести их в порядок, составляет 30 миллионов гривен. И вот они просят нашу комиссию поддержать их для того, чтобы эти дома отремонтированы. Причем там пару адренцов, которые на слуху уже не один, будем так говорить, год. Но вчера состоялось заседание, во вторник, да. Значит, во вторник состоялось заседание бюджетной комиссии, на которой тоже выходили параллельно с этим вопросом. И бюджетная комиссия ответила, что денег в городе нет. Поэтому деньги выделены не будут. Валерий, а смысл тогда вот выходить на комиссию, если действительно все так, как говорит Александр? Разводить руками. Я всегда привожу один и тот же пример. Вот буквально займу одну минуту. Вот так уж сложилось у меня, что самый такой период, это 2005 год, когда бюджет города Одессы составлял 850 миллионов. Поделите на 5, это будет 170 миллионов долларов, да? Вот. Теперь, нынешний бюджет на сегодняшний день, это свыше 10 миллиардов уже. Поделим его пусть там на 28 на сегодняшний курс, это порядка 340 миллионов. То есть реально в долларовом эквиваленте бюджет города увеличился в два раза. А теперь поднимите данные 2005 года, когда на всю систему ЖКХ выделялось порядка 16-17% общего бюджета, да? А в нынешнем году, Александр Витальевич мне не даст соврать, менее 3%. О чем говорить? Очень странный подход. О чем говорить, действительно. Валерия, услышали вашу позицию. Благодарим за то, что включились в работу нашей студии. Валерий Матковский, эксперт в сфере ЖКХ, был у нас на телефонной связи. А ведь и правда, Александр, 10 миллиардов бюджет. Хорошо, 2 и 7, по-моему, из них это бюджет развития. Еще остается 7 с копейками. Вы слушаете, ну вот, знаете, вот, когда денег не хватает плохо, и когда их много появляется, это еще большая беда. Больше испытаний, да. Я когда-то выступал и говорил об этом, что большим деньгам тоже надо готовиться. У нас службы не готовы к, будем так говорить, работе в условиях больших денег. Поэтому бюджет, к сожалению, распределяется, ну, будем так говорить, в начале года, ну, не на, знаете, чтобы удовлетворить всех. И вот в течение этого года мы бились, там, я помню, на комиссии рассматривали вопросы еще. Постоянно идут поправки к бюджету, вот, приходят депутаты, там кому-то детскую площадку надо поставить, кому-то еще. И весь этот 10-миллиардный бюджет размазывается, как, я не говорю, хочу сказать, как субстанция определенная по лопате. У нас нет определенной, вот, если почитать стратегию развития города и план социально-экономического развития, это общая фраза. Там нет, что к концу года, сколько мы должны там построить, там, детских садов, сколько еще. Сколько должно погадиться и все должно получиться на выходе. Конечно. У нас общая фраза. Улучшить, там, сделать. И потом в течение полугода мы начинаем этот бюджет крымсать. Вот, каждые, там, 2-3 месяца у нас происходит корректировка бюджета, даже не в плане, будем так говорить, действительно, каких-то потребностей, а в плане идет постоянное выделение денег на какие-то, там, просьбы, заявки и так далее. Хорошо, тут можно сказать. Если вы вспомните, если вы вспомните, знаменитый такой пример, который я приводил, это борьба с туберкулезом, когда на борьбу с ПИДом, это закупка, значит, определенных изделий, было выделено 65 миллионов гривен. Ну, сейчас денег этих нет, но городской свет принял 65 миллионов на... Контрактива. Да, понимаете, да? Вот неправильное планирование, на мой взгляд, вот есть какая-то стратегия должна быть, в которой мы говорим, мы хотим, там, дороги, мы хотим исторические... Но это очевидные вещи. Ну, очевидные вещи, но вот программы реконструкции исторического центра Одессы есть? Нет. Есть программа ЮНЕСКО, как так называемая, в нее впихивают любые там объекты, которые подходят... То есть, ЮНЕСКО, номинационное досье ЮНЕСКО создается уже более 10 лет, и постоянно этот круг сужается и сужается, потому что появляются новодельные новострои, бетонная заливка, колоннады и так далее. Постоянно ввели разговор о том, что, послушайте, давайте возьмем квартал, изготовим проектно-сметную документацию и отремонтируем какой-то квартал для того, чтобы полностью отремонтировать. Пилотный квартал, пускай, был бы. Вот сейчас, назвали это наследие ЮНЕСКО, ремонтируют улицу Решильевскую, перекладывают тротуары, причем не гранитными, которые достойны Одессы обычной, цементной плиткой. И вот это названо реконструкцией. Это что, нельзя Решильевскую, одну из центральных, которая находится не в самом плачевном состоянии, кстати, совместно с бизнесменами, совместно с людьми, которые имеют какие-то... Бизнесмены уже устали, Александр, они перекладывают эту плитку, на моей памяти, с 1994 года, с первого завода улицы. Александр, я не про плитку говорю, я говорю про комплексную реконструкцию квартала, которая включает в себя перекладку сетей, перекладку тротуаров и мостовых и ремонт фасадов и крыш, которые находятся вот в этом квартале. То есть капитальный ремонт инженерных сетей и зданий, которые находятся в этом квартале. Под это, кстати, я помню еще, если такая программа будет принята, кстати, выделяются деньги, в том числе я читал личные программы Германии, которые выделяют деньги в странах Восточной Европы. То есть нам создать надо пилотный проект, по которому привлечь не только свои средства, но можно и привлекать средства с Восточной Европы, вернее, с Европы, куда мы так стремимся и куда так... Вот что мне импонирует в вашем предложении, действительно не размазывать по всему городу какой-то бюджет с непонятными адресами, так вот на взгляд, на первый лепить, на посады, а действительно работать точечно. Начать с одного квартала, показать, как это может быть, напрячься, поставить план работ. И таким образом уже в дальнейшем можно будет план работ в следующий квартал. Да, конечно. А то, что говорит Валерий Ильич, это следующий этап этого. Отремонтировать квартал, ЖКСы пойдут, они знают, устранять, допустим, какие балконы могут обрушиться, демонтируют их уже сейчас, которые тоже выделить средства надо. И создать резервный фонд на зиму 20-30 миллионов, который, в случае, все может быть. Обрушиться, да. Вот это есть какой-то план, какой-то... То, о чем я просил Батковского, я услышал Александра Орлова. Действительно четкий, понятный, правильный план. Благодарим вас за то, что пришли сегодня к нам. Депутат Одесского городского совета Александр Орлов был нашим гостем. Далее новости от Елены Еремеевой. После вернемся в студию. Продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.